Эмм, ребята, хотели бы вы когда-нибудь посмотреть свои любимые аниме или же фильмы вместе со своими друзьями? Однако, вы находитесь далеко друг от друга. Даже если так, то сервис BloodTube.com предоставит вам эту возможность. Заходите со своими друзьями, создавайте сеанс или же каналы и смотрите свои любимые аниме или же фильмы совместно и с удовольствием. Ссылка будет в описании. Всем доброго времени суток! Наверное, вы скучали по видосам тематики One Piece. И я помню еще в старом видео, где я сравнивал Кизару и Рейли, обещал сделать про последнего полноценный ролик. Ну и настало это время. Сегодня мы будем разбирать одного из самых сильных и влиятельных пиратов этой вселенной. Сильверс Рейли, правая рука короля пиратов под прозвищем Темный Король. Мы обсудим его силу, способности, интеллект и роль в сюжете. Конечно, все знают, что Рейли очень сильный пират, но по мне многие немного недооценивают его. Ну что ж, давайте приступим. Приятного просмотра! Сильверс Рейли, он впервые появился на Сабооде, когда Мугивары пришли спасти Кейми. И он сразу же предстал очень загадочным стариком, который, по-видимому, был просто очень сильным. От его ауры Зора и Санджи даже в дрожь бросало. Ну и всех еще добило и то, что он вырубил всех солдат вокруг королевской воли. Кид и Ло узнали его и были потрясены, увидев такую легенду в таком месте. Рейли очень загадочный и местами забавный человек. Он дал себя схватить как раба, просто для того, чтобы украсть деньги у того, кто его купит. Разве вы не считаете это забавным? Ну, то есть, по характеру он очень даже забавный и загадочный старик. Его вид тоже такой запоминающийся. Белые закинувшие назад волосы, своеобразная бородка и эти шрамы на его теле. Также, как бы это ни было странно, он и очки носит. Ну, как я и сказал, запоминающийся персонаж. А что относительно его силы, давайте вспомним одну сцену, когда Мугивары разговаривали с Шаки, с женой Рейли. Они затронули тему пиратов из худшего поколения и о Рейли. Луфи и остальные побеспокоились, не зная, кто такой Рейли о его жизни. Они подумали, что старику опасно так свободно передвигаться, когда на острове люди из худшего поколения. На что Шаки уверенно им ответила. Не волнуйтесь, он раза в сто сильнее, чем вы все вместе взятые. Я думаю, это не простые слова. Она с полной уверенностью это сказала. Давайте также вспомним битву Рейли с Кизару. Первый сказал, что он немного размяг из-за того, что долгое время ни с кем не сражался. И не может одновременно останавливать адмирала и помогать Мугиварам. На что Кизару, разозлившись, сказал, «Тебе что остановить адмирала до зора мало?» Рейли ни чуточку не напрягался с адмиралом и спокойно стоял с ним. Да, в силу того, что он давно не сражался и в силу своего возраста, у него была легкая одышка и пот на теле. Ну, я думаю, это такое себе, не очень важное. Плюс, также вспомним момент, когда Кизару сказал, что с нынешними силами, которые есть на острове, они не смогут его поймать, к сожалению. Значит, он признал, что не в силах его одолеть. Ладно, допустим, вы это посчитаете придиркой. Ну, а что вы скажете тогда на это, когда Гарпу сообщили, что Рейли появился? Он сказал, «Оставьте его, двух легенд мы не потянем». Тут имелось в виду Белоуса и Рейли. Значит, Гарп приравнял их. Конечно, разница хоть и немного, но будет между ними. Я уверен, в молодости Белоус был сильнее, чем Рейли. Но в старости Белоус явно был слабее в силу того, что он был болен и постоянно нуждался в капельницах и медсестрах. Хотя сам и не признавал этого. А Рейли был в хорошей форме. Мы это еще могли понять, когда он без корабля переплыл весь Камбелт. Уничтожая на своем пути морских королей и доплыв до конца, он даже уставшим не выглядел. Я думаю, что на данный момент Гарп и Рейли плюс-минус равны. Гарп немного сильнее в силу того, что он именно с королем пиратов бился на равных. Ну а между Рейли и Роджером должна быть разница в силе, как между Луфи и Зоро. Разные мугивар показывают проекции команды короля пиратов. И это значит, что Рейли на данный момент может считаться плюс-минус уровня Йонка. И он в любое время даже может попасть в команду одного из них. Ну вы наверное поняли, что я имею ввиду Шанкса. Как мы все знаем, ну а если кто и не знает, то слушайте. Ода очень уважает ветеранов, то есть стариков. И он в своей магии захотел сделать их очень сильными. Это означает, что со старостью он их не сильно ослабит. Белоус, думаю, был исключением, так как он был болен. Даже если элементарно проследить за его движениями на войне, можно это заметить. По словам одного из его сыновей, Марка, Белоус двигался намного шустрее, когда еще не был болен. А вот что касательно Рейли, он смог остановить удар Кизару. А как мы знаем, он наносится со скоростью света. Также, хоть это и маленькая царапина, но он смог нанести ее на Кизару. А тот, в свою очередь, ничего не смог сделать. И заметьте, Рейли просто хотел остановить его. У него не было желания победить или биться с ним. Он просто помогал Мугиварам. И это у него вышло. Рейли не подпустил Кизару к ним. У Рейли достаточно сильное влияние в мире One Piece. Мы это также могли заметить, когда дозорные, услышав его имя, испугались и даже перестали преследовать Луфи. И многие пираты должны знать его имя. Ведь они вышли в море из-за Роджера. И, думаю, наслышаны будут о его команде. Тем более, о Старпоме. Насчет прозвища Темный Король я не раз говорил и повторюсь. Я думаю, это означает, что он был тенью Роджера. И не сильно отставал от него во всем, включая и силу. Насчет интеллекта Темного Короля тоже сомневаться не стоит. Он хорошо анализирует все. И в силу своего возраста он очень опытный воин. Рейли быстро догадался, что произошло на выставке в тот раз. И сразу же избавился от лишних. Он прекрасно владеет всеми тремя видами воли. И, по-видимому, еще и хорош в фехтовании. Также стоит вспомнить его меткость и скорость броска. Когда он кидал маленькие черные шарики, будто пули в пушке дозорных. Мы еще многого не знаем о его силе. И, думаю, нам еще должны раскрыть его. Я уверен в том, что он ниже уровня Йонка, если не выше. Сильнейшее существо, сильнейший человек и так далее. Этих прозвищ будет много. Но в битве не только грубая сила решает, но и интеллект, ну и многие другие вещи. А Рейли хорош во всем. Внимание, спойлер. В последней главе мы поняли, что Луфи еще не дотягивает до Йонка. И ему нужен еще один пауэрап силы. А что, если Рейли снова поможет ему в этом? Как мы знаем, Луфи пока что обучился лишь базовым вещам воли. И ему осталось многое узнать о ней. И я думаю, не только ему, еще и нам. Я считаю, волю не надо недооценивать. Скорее всего, нам еще новые способы ее применения покажут. Но это уже другая история. А на этом все. Надеюсь, вам хоть немного понравилось видео. Если да, то поддержите его лайком и подпиской на канал. Ну а с вами был Аниззора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok